Возлюбленные, имею большую честь снова служить вам, и я буду говорить о страхах сегодня. Я буду говорить о страхах, потому что более всего атаки в нашей жизни из-за страхов. Можете вспомнить свою жизнь и будете уверены в этом. И моя проповедь называется «Не бойся, не устрашайся». Я верю, что вы будете благословенны. Знаете, страх каждый день в разных масках, явно или из-под тяжка, атакует нас. И на самом деле страх — это сильное оружие в руках дьявола, и не надо недооценивать страх. Но мы должны решить вопросы страха, чтобы эти все бесы, которые стоят за страхом, не сделали нам вреда. Мы помним историю о Давиде Голиафе. И самое интересное и удивительное не в том, что Давид, будучи маленьким, поразил Давида. Но нас поразило то, что трех с половиной метровый великан Голиаф, когда он подходил к Давиду, и он видел, что перед ним маленький парнишка. И он не сильный, не большой. И на первый взгляд кажется, что вот это преимущество в росте, в весе. И он должен был просто спокойно прийти, убить Давида и уйти. Ну смотрите, когда Голиаф, он подходит к Давиду, он решает напугать Давида. Интересно, посмотрите на Голиафа, там есть нужда в том, чтобы устрашать Давида? Если ты не сомневаешься в своей победе, ты бы просто подошел и убил бы его. Ну нет, Голиаф начинает пугать Давида, начинает проклинать своими небогами его и говорит, смотри, что я тебе сделаю сейчас. Значит, возлюбленные, это очень удивительный факт. И это стратегия дьявола. И чтобы понять ее, мы должны быть внимательны, что в тех местах, в ситуациях, когда мы, мы кажемся слабыми, и нам кажется, что наши проблемы, наши Голиафы не будут побеждены, при этом приходит страх от дьявола. Значит, на самом деле, все не так, как нам кажется. Просто дьявол хочет обратить мое и твое внимание на вещи, которые нас будут отвлекать от важных вещей. И он хочет нам принести эту мысль, что мы слабые, что мы оставлены наедине, что мы забыли, что Господь, всемогущий Бог сил, сказал нам, что Он всегда с нами. И во всякое время Он с нами, и чтобы ты не боялся, ибо Я не оставлю тебя. И независимо от величины твоей проблемы, Господь говорит, смотри на Меня. И это, драгоценное, самое важное, чтобы мы помнили. Во всех ситуациях, местах твоей жизни, куда приходит страх, означает, что у тебя там, именно там, будет большая победа. И дьявол пытается через эти страхи парализовать тебя и ослепить тебя, чтобы ты не видел, что стоит за этим, и какая великая сила Господня стоит за этим, и какая победа великая будет от Господа. Поэтому, возлюбленный, я хочу сказать вам, не бойся. Господь с тобой. Есть люди, которые настолько парализованы своими страхами, настолько ослеплены страхом, и величина их проблем настолько велика в их глазах, что они за этим страхом, проблемой, не могут видеть решение их этих проблем. И мы часто оказываемся в этой ловушке. Что нам делать в этой ситуации? Как нам поступить? Как нам найти выход? Как мне победить и снова встать на ноги? Как я могу репиться и могу взять то, что мне принадлежит? И часто эти страхи, которые приходят к нам, очень плохо будет и постыдно, если мы оставим эти страхи в наших жизнях, и очень болезненно жить в этих страхах. И если ты не находишь мир истины в своем сердце, который Бог уже дал нам, Он уже дал нам этот мир, но эти страхи мешают нам иметь этот мир. А мир — это то, к чему стремится твоя душа. И это настолько драгоценная вещь, мир, данный Богом нам, потому что наше все естество желает иметь этот мир Божий. И за многими твоими желаниями, если ты поразмышляешь над этим, за твоими желаниями стоит то, чтобы ты имел просто мир, чтобы у тебя получилось то или то, чтобы ты имел мир. А этот мир Господь уже дал нам. Давайте откроем Иоанна 14, 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Никакое внешнее действие и обстоятельство не имеет ничего общего с этим миром. Никакие обстоятельства и проблемы не имеют общего с тем миром, который Иисус оставил нам. Возможно, ты говоришь, «Господи, ты сказал, что ты даешь мне мир, но я и наша страна, и весь мир постоянно вне этого мира». Но Господь обратил мое внимание на то, что Он давал своим ученикам в то время, когда Израил был не в лучшем состоянии под рабством Римской империи. И они были в рабстве. И Господь говорит, «Я даю вам мой мир». И не имеет значения то, что происходит вокруг вас в мире. Ибо Божий мир — это внутреннее состояние, данное нам от Господа. И никакая буря и внешняя ситуация на самом деле не могут удалить этот мир, не могут повлиять на него, если мы только не будем бояться и слушать голос страха. И если мы не будем слушать голоса бури, дабы не увидеть того, что Господь уже дал нам. Возлюбленные, когда я говорю о страхах, я хочу, чтобы мы различали, чтобы мы различали быть осторожным от того, чтобы бояться. Я не говорю о том, чтобы мы встали на краю пропасти и вот так опускались, смотрели вниз на цветочки без страха, без каких-то там опасений. Я не об этом говорю. Надо быть осторожным, конечно. Это нормальная вещь, это инстинкт, это самосохранение. То, что в нас заложено, и нам не надо с этим играть. Я говорю о бесовских страхах. То, что стоит за страхом. Те бесы, которые стоят за страхами. Потому что страх это враг вашей веры. Помните, во время того, как Иисус спал на корабле, когда была буря, ученики говорили, Господи, спаси нас, погибаем. И физически это была правда. Они погибали. Нету никакого слова плохого в этом. На самом деле так и было. Потому что они были рыбаками, они знали, что такое сильные волны. И когда уже все близко к тому, чтобы они утонули. И физическим взглядом, мирским, они сказали нормальную вещь. Господи, спаси нас, потому что погибаем. В Матфея 8, 26. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встав запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. У других евангелистов говорится, почему у вас нету веры? Или где ваша вера? Почему вы так боязливы? Иисусу не нравится то, что когда Он в нашем корабле, даже если Он спит, кажется, что Он спит. Даже когда нам кажется, что Господь не видит, и Он не заступается за нас, когда нам так кажется. Ему не нравится, Господу, что мы боимся. Но поскольку Господь в нашей лодке, Господь, соделавший все в этой вселенной, и Он с нами, у нас нет ни одной причины бояться ничего на этой земле. И здесь Господь им говорит, почему вы боитесь, маловерные? Почему у вас веры нет? И проведя параллели с этим, вера и страх не имеют ничего общего. Там, где есть страх, там есть неверие. И неверие приводит к страху. Поэтому Иисус четко говорит, что проявление вашего страха это неверие. Вы забыли, что я с вами в лодке. И неважно то, что происходит вокруг вас, какие бури там бушуют, и какой бы ни был риск утонуть, если я с вами. Не бойтесь, но только веруйте. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! На самом деле, возлюбленные. В мире есть известная фраза, вы все слышали о ней. Только глупые не боятся. Вы слышали, наверное. Только глупые не боятся. Все слышали эту фразу. И это очень логичная фраза для этого мира. Почему? Потому что мир не имеет Бога. Потому что они не имеют надежду упования на Бога и обетования, которые Господь говорит, что Он есть наша скала и сила. «Придите ко мне все утружденные, принесите свои тяжести, что я перед вами исправлю пути, и ваши ноги не оступятся». И мы имеем многие обетования, которые этот мир не имеет. И, конечно же, мир боится. Нормально это. Но мы не должны бояться. Мы не должны бояться возлюбленных. Слава Богу! Слава Господу! Иисуса Навина 1.9 «Вот я повелеваю тебе, будь твердым, мужественным, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой, Господь, Бог твой везде, куда не пойдешь». Очень важно, чтобы мы помнили вот это слово благословения, которое мы помним, что Господь говорит, «Не отступай от слов книги сей, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Но там есть условия. «Если ты будешь размышлять о книге закона сей, и у тебя будет все, что Господь обещал». И перед этим, и после этого прекрасного слова, в 6 и 7 слове, Иисуса Навина 1, Господь также говорит, «Укрепляйся и ничего не бойся». И снова Господь говорит, «Не бойся, будь твердым, мужественным». И у меня вопрос возникает, «Господи, был ли кто-то более мужественным, чем Иисус Навин?» Серьезно, кто-то был более мужественным и твердым, чем Иисус Навин или Ихалев? Во всех правителях Израиля, в 12 коленах, был ли кто-то таким, как Иисус Навин и Халев, которые бы сказали, «Господь с нами, пойдем и возьмем землю обетованную, которую Господь обещал нам». И такому Иисусу Навину Господь говорит, «Не бойся». Господи, это же Иисус Навин, он ничего не боится, зачем ему это говорить? Но Господь знает все. Господь знает, что Иисус мужественен и тверд, но также Он знает, что Иисусу нужно дать силы для завтрашних побед, чтобы Он встал и вошел в завтрашнюю победу. Господь знает, знает, каким сильным ты есть, какие победы у тебя были в жизни, когда ты не сдавался и побеждал. Но также Господь знает, что тебе сегодня надо дать силы, чтобы ты встал и вошел в эту землю обетованную, которую Господь тебе обещал, чтобы ты вошел в те благословения, которые Господь тебе обещал во время молитв, чтобы ты видел и взял то, что Господь тебе обещал и дает тебе, чтобы ты не устрашился и не отступил ни от какой проблемы, ни от какого страха, чтобы страх тебе не помешал. Господь знает, что тебе каждый день нужна сила, чтобы ты не боялся. Знаете, возможно кто-то скажет, эти же слова Господь сказал Иисусу Навину, да? А ты мне говоришь, нам всем говорит Господь. Там же Иисус Навин имел программу, он должен был войти в землю обетованную. А я простой парень, девушка, христианин. Как я могу взять эти слова, которые обещаны Иисусу Навину? Если ты так думаешь, я хочу тебе напомнить, возлюбленный, возлюбленная, как завершается Матвея 28, последнее слово, которое даны не только Иисусу Навину, а всем, кто верует в Иисуса Христа. Я с вами во все дни до окончания века. Аминь. Я с вами во все дни до окончания века. Нет, вы не представляете, что я говорю. Господь говорит, вот, я с тобой каждый день. Ты можешь сказать, я сегодня мало помолился, Господь, наверное, не со мной. Я вчера плохо поступил, наверное, Господь отошел от меня. Господь говорит, я с тобой каждый день до окончания этого мира. Аллилуйя. Аллилуйя. Эти слова принадлежат каждому из нас, потому что Иисус с нами, и по этой причине ты не должен оставаться там, где тебе не нравится. Ты не должен оставаться в своих проблемах и своих упадках, своих грехах, потому что Господь имеет большее для тебя и обещал большее. Ты не должен оставаться парализованным в своих поражениях. ты должен встать из этого всего и сказать, Господь со мной, что сделает мне враг? Я встану и войду в землю обетованную, данную мне Господом. То, что Господь не обещал во время молитв, я возьму и пойду туда. Это не твое место оставаться в страхе. Ты должен встать и сказать, Господь со мной. Аллилуйя. Слава Господу возлюбленной. Слава Иисусу. Не обстоятельства нашей жизни должны диктовать нам реальность, но то, что написано Слово Божьим, истины там написаны, и они должны изменить обстоятельства нашей жизни, и эти обстоятельства должны адаптироваться к Слову Божьему. Мы не должны говорить то, что происходит. Я не верю, что это происходит. Это происходит, но Господне Слово имеет силу и власть менять эти обстоятельства, то, что происходит вокруг вас, чтобы сделать то, что Господь обещал тебе, если Бог тебе что-то сказал. И Господь может это сделать. Держись за Слово Божье, держись за Господа, и не бойся. Возлюбленные, прошлые победы это не гарантия того, что мы больше не будем бояться, не упадем и не ослабнем. Даже после того, как Илья великую победу имел на горе кормил, и Господь сошел огнем, и после этого он перебил всех ложных жрецов Иезавели, и после того, как три года не было ни капли дождя, и после его молитвы снова был дождь, на следующий день после этого Илья снова ослаб, потому что Иезавель сказала, я тебя убью. Знаете, Илья, он не укрепился той прошлой победой, вчерашней. он должен был сказать, кто ты такая, Иезавель? Ты не видела, что Господь сотворил? Кто ты такая, чтобы вообще говорить со мной, устрашать меня? Это ты должна бояться, Иезавель, не я, а ты. Знаете, поэтому, возлюбленные, я хочу сказать, что когда Господь говорит, если ты в дни бедствия ослабел, значит, сила твоя мала, поэтому Господь говорит, что нам каждый день нужна новая сила. И я хочу сказать тем людям, в жизнях которых Господь великие победы давал, но сейчас перед твоими глазами большие непобедимые проблемы, голиафы и трудности, я хочу сказать тебе, не бойся, возлюбленный, помни, что Господь делал в твоей жизни, и еще больше сделает, ибо Он не изменился, потому что Он Бог, который не меняется. Сколько раз Божье Слово говорит, не бойся. Я попытался найти и более ста, более ста раз я не нашел. Я не нашел столько раз, но многие говорят, что 365 раз говорится, не бойся. Но я нашел около ста. хотят сказать люди, что на каждый день Господь говорит, не бойся, когда ты просыпаешься каждый день, помни, что Господь с тобой, и ты не должен бояться. Даже если Господь не говорит 365 раз, или даже 100 раз, все равно Господь не хочет, чтобы мы боялись. Как я сказал, страх, он противоположен Богу и вере. Возлюбленные, я бы хотел говорить о нескольких видах страха и в конце сказать, как победить их. По Слову Божьему, первое, страх смерти. Иоанна 11, 25. Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь. верующий в Меня, если умрет, оживет. Иисус говорит, тот, кто верует в Меня, даже если умрет, он будет жить. Я на самом деле убежден, что у христиан этот страх побежден, потому что мало кто думает о том, что он просто умрет и что будет с ним. И это до тех пор, пока мы не стоим перед страхом смерти, перед опасностью смерти. и в этой ситуации на самом деле будет видно, мы прикрыли этот страх или на самом деле он побежден нашей жизни. На самом ли деле ты победил страх смерти? Я бы хотел рассказать историю из моей жизни, которая очень впечатлила меня. Начало 90-х это была война в Арцахе в Карабахе и был один парень знакомый, который был смертником, который не боялся на войне погибнуть и был готовить и до конца. Я тогда не был христианином и был с нами также еще один христианин и все смеялись над этим христианином и все гордились этим смертником, который был готов пойти на смерть на войне. И для меня не было удивительным, что этот смертник тоже мог бояться опасности смерти. смерти. Но для меня было самым удивительным то, что этот христианин он не боялся, который нам казался самым слабеньким. Он не боялся смерти. И я себе говорю, как может это быть? Неужели есть человек, который не боится смерти? И тот человек, который казался мне слабеньким, оказался самым сильным, потому что он действительно не боялся смерти, как мы боялись. Поэтому возлюбленные, очень важно, чтобы ты имел ответ внутри себя. На самом деле ты не боишься смерти, или ты так просто прикрываешь этот вопрос. В Луки 12 4 Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть гиену. Я говорю вам, не того бойтесь. Знаете, все события в этом мире все заканчивается смертью человека. Что бы человек не делал, чего бы не достигал, все равно в конце он умирает. И никто не учит, никто не учит, иди сделай то и то и ты не умрешь. нет. И у многих и многих воодушевляют друг друга, мотивируют, говорят, пока ты живой, иди и сделай это, достигай, добивайся большего, пока у тебя есть здоровье, возможность, у тебя есть возможность поменять свою жизнь. Но никто не говорит, иди и даже смерть тебя не остановит, потому что в этом мире все знают, что смерть это конец всего и никто не может победить ее. Только у нашего Господа смерть это не поражение, потому что Иисус победил смерть и только для нашего Господа Бога смерть это еще не конец и не поражение, потому что Господь победил смерть. Поэтому говорит, не бойтесь того, кто убивает тело, а потом не может ничего сделать. В другом известном слове Иаир говорит, что моя дочь умирает. Приди только помолись и она исцелится. И в этой истории, когда к нему подходит женщина, которая истекает кровью, и после этого они узнают Марка 5 35 Марка 5 35 факт ну иисус находился рядом с этим начальником синагоги который имел власть над смертью господь господь имеющий власть над смертью стоит рядом с ним и говорит не бойся только веру и и он воскрешает дочь его я хочу провести параллели с твоей жизнью я не знаю какие необратимые вещи произошли в твоей жизни или происходят ну даже над смертью господь который рядом с тобой имеет силу и господь горит не бойся только верой аллилуйя возлюбленные мы видим что на пути в маус ученики они тоже боялись и они с иисусом делились тем как они насколько они упали духом потому что они сказали что иисус умер и они грустно шагали вместе с иисусом и говорили мы ждали что господь придет и освободить израиля но он умер потому что слово божие так говорила и даже дома в горнице ученики они закрылись за дверью и они знали что иисус умер но эти страхи удалились только тогда только как когда иисус пришел воскресшим который разрушил цепи смерти и более ничто и никто не мог остановить этих учеников потому что они знали кому доверились только для нашего господа смерть это не конец и не поражение я хочу сказать что самое великое поражение будет только тогда когда ты умирая не примешь иисуса христа своим господом и спасителем сам худшее что может прийти и худшее поражение в твоей жизни будет тогда когда ты умирая иисуса христа не примешь своим господом и спасителем знаете сетра к мисаке я ведна го имели очень сильный дух и нам нравилось какими они мужественными были не боялись ничего до конца пошли в огненную печь не преклонили своих колен перед этой статуей на выход на выхода на ссора и они сказали царю знай о царь что тот бог которому мы поклоняемся может освободить нас и от огня и от руки твоей и они говорили мы знаем на что способен наш господь и бог что он может освободить нас но даже если не освободить мы все равно не будем поклоняться твои статуи и не поклонимся и вот этот секрет этих парней который двинул сердце божье коснулась сердце божьего и он пришел и освободил их вы не должны говорить что господь господь сказал нам он нас освободить он нам дал обещание и когда приходишь к ситуации люди что господь не сделал ты не должен сказать все я больше не приду церковь почему не сделал почему не помог знаете истинное слово которое господь сказал молитве очень аж когда он говорит что он нас сохранит и восполнит наши нужды и в девяносто первом псалме прекрасные слова которые истинные но бывают ситуации когда господь просто смотрит как мы будем хранить наши обетования что мы до конца будем следовать за тобой ты держишь свое слово который ты дал господу иногда господь позволяет чтобы мы нашими жизнями показывали что мы наше обетование держим исполняем все слова господня они истины я хочу чтобы мы чтобы мы взяли полную истину слова божьего не только то что нам нравится ну не брать того что нам не нравится но всю истину принимать слово божьего даже если даже если не будет так как я себя представлял все равно я не оставлю моего господу господа и не отрешусь от него слава господу и слава иисусу знаете я говорю о смерти но дай бог чтобы ты жил сто лет надеюсь это немало не для кого знаете у меня была домашняя церковь и я был лидером и я говорил им дай бог чтобы вы сто лет прожили один парень он так опустил лицо говорю что мало сто лет ингриду и сто двадцать пять лет хотел жить я ему говорю твои внуки они уже не будут помнить тебя зачем тебе так долго жить сто двадцать пять лет мы же имеем мы же имеем вечность он будет нет я хочу 125 лет 125 лет есть я его всегда спрашивают немало ли сто двадцать пять лет жить господь нам обещал что в старости лет ваших плод проживший плодовитую жизнь мы мы пойдем господу и я я желаю чтобы у нас было так чтобы мы глубокой старости ушли господа но я говорю о том чтобы мы не брали частично истина истину и слова божьего но всю истину слова божья даже если ты погибнешь господь горит не бойся потому что есть после этого продолжения то что я сейчас говорю если мы посмотрим на христиан первого века то мы можем подумать что это были самые бедные самые оставленные самые нуждающиеся люди потому что они подвергались таким смертям которые мы можем даже не представить они страшными смертями погибали почему только из-за того что веровали в иисуса христа их бросали в пасти львиные жгли на кострах и и по страшными смертями убивали и мы бы могли подумать господь не видел то что происходит всего детьми неужели он не видел как их убивают но сегодняшнее христианство оно настолько сконцентрировано на физических благословениях когда нам говорят будь благословен мы сразу представляем машины деньги деньги физические благословения мы не думаем что прославляя имя господа и так живя это есть благословение от господа я должен прочитать это место чтобы не ошибиться знаете когда стефан стефан благовествовала господи его побили камнями и он и можно сказать что он он был благословенным но после этого что с ним случилось но вы знаете это не конец в глазах господних и слова божьего и что праведно и благословенно смерть божьих детей в глазах господних и павел тоже говорил мне хорошо уйти из этого тела и быть с господом но но для вас лучше чтобы я еще оставался с вами но я бы хотел уйти к господу я не говорю о том что мы должны быстро уйти господу быстро умереть но я хочу чтобы мы принимали всю истину слова господа потому что господь победил также и смерть слава господу надо принимать всю истину слова божьего тот же павел первом коринфянам 15 19 говорит если мы в этой жизни только надеемся на христа то мы несчастнее всех человеков павел говорит если мы только в этой жизни надеемся на христа то мы самые несчастные на этом свете другими словами если мы не должны надеяться на христа только на земле живя на земле это надежда на всю вечность жить с господом вечности помните об этом следующее следующий вид страха это страх поражение и неудачи еще одна интересная история история господь сильной рукою израиль освободил из египта все вы знали о том как море открылась как погибло войско фараона мы мы все знаем какие великие чудеса господь садил когда выводил израиля из египта и и и привел к земле обетованной и саглядата и пошли увидели и 10 из 12 12 саглядата и сказали нет нет там туда не стоит идти потому что там великаны и они нас всех перебьют и и они говорили что мы как саранча перед их глазами и никто не спрашивал филистимлян а мы перед вами как саранча и они сказали да это был их страх их представление что они представляли себя как саранча перед филистимлянами но иисус навин и халев сказали что вы говорите мы пойдем и возьмем эту землю и что делают израильтяне числа 14 1 и поднялась общество в опале плакал народ всю ту ночь и роптали на моисея аарона все сыны израилевы и все общество сказала ему если бы мы умерли земле египетской или умерли бы в пустыне сей где здесь логика что эти люди хотели бы быстрее умереть земле египетской нежели сейчас и они говорят о если бы мы погибли в египте или в пустыне чтобы сейчас не умерли вы можете здесь логику найти потому что не здесь логики есть другая вещь страх перед поражением и он настолько парализовал народ израиля настолько ослепил что люди даже не понимают какие нелогичные вещи они говорят господу господь сказал истину я вам дам эту землю ну даже если бы они погибли там и бог бы не дал эту землю и они был погибли плохо что они прожили какое-то время 40 лет не знаю сколько лет неужели плохо что они вышли из египта прожили еще какое-то время это просто вселенский нелогичное нелогичный ропот народ израиля я не говорю чтобы опустить имя израиля но для тебя чтобы ты заметил насколько насколько настолько опасно иметь страх перед поражениями неудачей в этом мире люди боятся делать шаги потому что они боятся быть неудачниками они настолько парализованы этим страхом а вдруг у меня не получится а вдруг надо мной будут смеяться что люди говорят лучше мне ничего не делать чем что-то сделать и и быть неудачником я тебе скажу драгоценный лучше тебя попробовать неудача чтобы было но чтобы потом еще попробовать и сто раз попробовать даже если 99 раз упадешь не получится но на сотый раз у тебя получится и это будет намного лучше чем ничего не делать говоря а вдруг у меня не получится и этот страх парализует тебя если ты вспомнишь свою жизнь возможно ты что-то не сделал именно из-за этого вида страха а что будет а вдруг у меня не получится а вдруг это будет не так а вдруг надо мной будут смеяться а если меня отвергнут и не примут мое предложение а что будет ты никогда не узнаешь пока не попробуешь знаете не то чтобы у меня не было такого страха но хочу тебе сказать во всех тех случаях внимательно во всех тех случаях когда я был мужественный и сделал этот шаг и не убоялся я почти всегда побеждал и у меня получалось и удивительным образом и были такие страхи у меня и и логика говорила не получится сто процентов я делал шаг 90 процентов у меня получалось а те 10 процентов вы скажете да это были поражение неудачи но эти поражения они не настолько страшные с рожками как мне казались что не получилось не получилось попробую по-другому еще раз попробую пойду помолюсь получу от господа как мне поступить сейчас так пойти или сделать по-новому на эти возлюбленные мир использует это все эти принципы у них получается но христиане часто имея господа веру молитву силу имея они парализованы этим страхами ничего не предпринимают я хочу чтобы ты твердым был мужественные силе не боялся потому что ты можешь быть твердым мужественным идти в молитве идти туда где тебе парализует страх и мужественно делать этот шаг и ты увидишь что ты победишь знаете перед тем как войти что-то новое ты должен перед этим победить страх неудачи слава господу последний вид страх о котором скажу это социальный страх страх перед мнением людей знаете когда готовился к этому служению я думал может убрать эту этот пункт я думал может это не такой особо логичный пункта страх перед мнением людей знаете я как получилось слово господа так и написал я так подумал что такое социальный страх я не знал и дух святой мне показал потом социальный страх о котором я написал получил от господа я даже не знал что это такое но господь не написал показал насколько мы социальные существа мы люди насколько мы в этом социуме в обществе которым мы живем насколько мы ценим мнение людей и опираемся на него и зависим от него насколько для нас важно чтобы нас воодушевляли воодушевляли социальных сетях вы же не хотите чтобы на вас наезжали до чтобы вам плохие вещи говорили в социальных сетях вы хотите лайки получать это нормально потому что человек социальное существо и нуждается в поощрении социума общества ты не говоришь а мне все равно что мне скажут тот кто говорит мне все равно что люди думают он или говорит ложь или он победил этот страх и знает как побеждать этот страх и когда господь проговорил об этом он сказал что этот вид страха социальный страха он настолько невидимый но очень опасный и цель этого страха парализовать и напугать человека чтобы он не свидетельствовал о иисусе христе если ты будешь настолько зависеть от мнения людей ты будешь сомневаться а что подумают обо мне на меня будут косо криво смотреть если я буду говорить о господи скажут о ты сектант тебе башню снесло ты уже не знаешь о чем ты говоришь что с тобой случилось знаете у меня есть какой-то авторитет я бы не хотел чтобы мнение людей поменялось со мне но я бы хотел тебе сказать а мнение господа насколько важно для тебя а ты бы хотел чтобы господь бог имел плохое мнение о тебе знаете этот вид страха настолько нас парализует что мы не свидетельствуем о господи иисусе если ты будешь зависеть от мнения людей ты никогда не будешь свидетельствовать о господи иисусе христе и знаете когда я только покаялся и у меня была эта ситуация в жизни и я ходил на служение прекрасные я прославлял господа поклонялся я был как на небесах и для меня это было просто драгоценно и однажды я сижу с друзьями и кто-то пришел кто не был знаком мне и он говорит знаете возле моего дома собираются какие-то сектанты и я понял что это он говорит о нас о нашем служении он говорит они там какие-то песни поют молятся непонятно и я хотел сказать да я тоже туда иду это прекрасное место и он потом говорит они какие-то двинутые ненормальные я так сразу приди их и ничего не сказал я потом вышел и слышал как они говорят да они там какие-то идиоты они собираются не знаю что делают и я себя настолько плохо чувствовал что я страхе вышел и не свидетельствовал господи и я сказал но возможно будут еще такие ситуации моей жизни и я говорю господу что мне делать я там ушел и думал и подумал что очень мудрый вещь я понял ну кавычках конечно же я решил если меня спросят ты тоже верующий я скажу я я не считаю себя достойным достаточно чтобы чтобы это имя носить верующий я не достоин этого я вот так как бы отвечу и когда меня спросили я вот это мудрость слова сказал и я так подумал о я такой мудрый таких мало на земле дух святой пришел и сказал не то что ты себя не считаешь достойным этого имени верующего но ты стесняешься меня перед этим злым и прелюбодельным родом и я хотел чтобы просто земля раздвинулась и накрыла меня от стыда и по этой причине что я господа стыдился я выдумал эту мудрость я сказал господи я больше никогда не буду стыдиться тебя и после этого я сказал все мои друзья соберитесь я вам скажу важную вещь и они говорили что ты что верующим стол я сказал да я начал с ними говорить полчаса я им свидетельство говорил они мне пальцем крутили висок и тот парень который мне сказал ты что тоже верующий и когда я свидетельствовал о христе почему я веровал в него насколько важно спасение и тот парень сказал сказал а тот давид что урия отправил отправил на смерть чтобы его жену вирсавию взять и я говорю что ты читал слово библию и он я говорю этот вопрос только тот мог задать кто читал библию но это такой был вопрос который мог задать только тот кто читал слово божье и он сказал да я каждый вечер читаю слово божье и оказалось что тот кто хотел смеяться надо мной на самом деле когда я преодолел этот страх и мужестве рассказала господи после этого он снова и снова спрашивал меня о слове божьем и мы с ним общались возлюбленный урок никогда не стесняйся говорить о святом имени господа никогда не стесняйся не стыдись аллилуйя приближаясь завершению проповеди я бы хотел сказать как мы можем преодолеть эти страхи и все страхи о которых я возможно не говорил первое не удаляй господа из твоих проблем и не думай что ты один что ты один должен победить свои проблемы когда мы боимся когда нам кажется что мы одни представь себя дорогой дорогая что тот иисус тот кто имеет власть над смертью который стоял рядом с и аиром начальником синагоги которому сказали дочь твоя умерла тот же иисус теперь стоит рядом с тобой как с начальником синагоги и тебе нету нужды одному побеждать свои страхи не удаляй господа из твоих проблем наоборот важную вещь хочу тебе сказать я здесь написал ключевое слово и удалил хорошую вещь хочу тебе сказать важную и это нравится господу когда в твоей жизни все очень плохо и все идет на дно и когда все твои попытки не удались и тебе кажется что твои молитвы остались без без ответа сделай вот что встань смотри на эти бури на все свои проблемы которые не решаются и скажи господу я знаю господи в чем я не говори я не принимаю это я я отвергают сколько хочешь отвергай если проблема есть отвергаешь ты не отвергаешь эту проблему принимаешь или нет проблема от этого не испаряется потому что мы не отвергаем действительность мы не говорю я не больной хотя ты больной знаешь вера не отвергает действительность вера меняет действительность то что происходит встань и скажи господу господь я знаю в чем я сейчас я осознаю все эти проблемы которые в моей жизни и я хочу спросить тебя возлюбленный господь что мне сделать в этой ситуации чтобы я вышел из этой проблемы с двойной победой и удачей чем я мог представить даже чем я даже могу представить что мне сделать господи чтобы не просто победить эту ситуацию ну вдвойне больше победить больше чем я могу представить это кажется нелогичным но это действует насколько бы тебе не казалось я сошел с ума что я хочу от господу от господа в двойную победу в этой ситуации да я хочу сказать тебе да проси двойную победу чтобы дьявол он чтобы дьявол сказал что я принял на его голову вдвойне победил меня попробуй попробуй вы знаете не то чтобы в церкви собраны все самые сильные люди знаете мир учит что ты должен быть непобедимый не сломленный но это не так на самом деле в церкви не самые сильные этого мира и господь бог знает это и то место где написано что царствие божие берется силой это не говорится о волевых качествах человека это говорится о усилии которые прилагаются господь говорит не за счет своей воли а за счет усилий не то чтобы вот я такой сильный я могу преодолеть это это говорится о твоем усилии что ты прилагаешь усилия чтобы войти в царство божие ты стараешься усилия прилагаешь преклоняешь колени и говоришь в действительности господь я ожидаю победу в моей жизни и над моими проблемами и поэтому господь знает что мы можем быть так же слабыми побежденными и часто мы и есть такими но слово божье говорит что господь бог укрепляет нас в наших слабостях чтобы мы не надеялись на свои силы но чтобы мы надеялись на господа иисуса потому что он есть сильный а не мы он нас укрепляет аллилуйя господь говорит я тебя поведу туда куда бы ты не мог пойти своими силами сегодня наш брат говорил что я тебя подниму на те скалы который выше тебя и я это сделаю не силою твоею но моим духом говорит господь сил не удаляй господа из своих проблем скажи господи я знаю что ты со мной и господь даст тебе твою победу возлюбленный слава богу я бы хотел пригласить группу пославления и хочу сказать вам когда проблемы и страх приходят тебе у тебя есть два выбора поступать как израиль поступил смотря на страх видеть настолько он большой и говорит могу ли я на самом деле победить этого голиафа и весь израиль так делал и и и саул тоже сделал так который был выше всех сильный мужчины были или вы можете сделать другой выбор поступить как давид когда приходит перед ним голиаф смотреть на него но видеть величие господа бога и понимать что голиаф это потенциальный труп потому что у тебя есть бог и все твои проблемы перед богом они меньше это ничтожество только не удаляй господа из своих проблем разреши чтобы господь вмешался своей силой и явил свою славу в твоей жизни и ты видишь его славу и победу в твоей жизни я бы хотел сейчас прочитать еще два важных слова и мы завершим служение в первое иоанна 4 16 и мы познали любовь которую иметь нам бог любовь любви нет страха но совершенная любовь изгоняет страх потому что в страхе есть мучения и боящийся несовершенен в любви и мы познали любовь которую иметь нам бог уверовали в нее бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем любовь до того совершенства достигает в нас что мы имеем дерзновение в день суда эти слова говорят о том что мы должны любить господа бога и что господь любит нас совершенной любовью знаете первая заповедь марка 12 марка 12 33 celebrity люби люби его любить бога всем сердцем твоим умом всей душой всей крепостью это есть первое самая великая заповедь это не есть сам отсыл чем им принцип быть Mü losing Он заставлял, чтобы мы любили его. Возлюбленные, это для нас нужно. Чтобы в наших жизнях все было на своих местах. Чтобы вместо страха у нас была радость, мир. Чтобы вместо поражений, неудач у нас были победы. Чтобы вместо проклятий у нас в жизнях были благословения. Поэтому Господь говорит, люби Господа Бога всем сердцем твоим, умом, душой, крепостью своей. Храни эту заповедь. Первый раз, когда я это слово прочитал, я настолько утих. Знаете, каждый раз, когда я слышал заповедь Божию, я старался ее делать. Но когда я услышал, что Господь сказал, люби меня более всех и всего. Я после этой проповеди был надломленным. И я говорю, Господи, я не могу так любить. Я свое сердце изучил, и я понял, что это не так. И когда что-то не так в моей жизни, я говорю Господу, что это не соответствует Твоему слову. Потому что Господь знает глубины моего сердца. И я говорю, Господи, я не могу это слово хранить. И я был грустным. Я говорю, Господи, я буду любить Тебя более всего. Но есть одно препятствие. Я смотрел на мое сердце, и я видел, что это не так. Знаете, у меня сейчас пять детей, и моя первая дочь, ей было три годика. И я говорил, Господи, я могу любить Тебя более всех, моих родителей, жены. Но я не могу любить Тебя более моей дочери. Я не могу эту заповедь хранить. И в тот момент Дух Святой меня спросил. А если бы ты знал, что твою самую любимую дочь, первого ребенка, я тебе дал? А если бы ты знал, что я тебе дал эту дочь? Тогда я понял, что да, Господи, я Тебя люблю более всего. И тогда я узнал, что самую любимую дочь мою, самую любимую человека дал мне Господь. И тогда я понял, что мне легко хранить эту заповедь. Ибо все, что мы имеем в нашей жизни, от Господа нашего. И это дар Божий. И любя Господа Бога, более всех и всего, это для нас лучше всего. Пусть будет вся слава Господу Богу. Я хочу пригласить вас, если у вас есть какие-то страхи в вашей жизни, и что-то вы не можете победить. Давайте встанем на ноги, прославим Господа, и после этого будем молиться, чтобы все эти страхи удалились от нас. И чтобы пришло откровение любви Господа о том, что мы несовершенны, но Господь любит нас с совершенной любовью. Мы, возлюбленные, несовершенны, но Господь с совершенной любовью любит тебя несовершенного. И все твои страхи упадут перед этой любовью Господа. Мы поднимаем, Господь, наши души перед Тобой, Господь, перед престолом Твоим. Откуда наша помощь? Во всех бурях нашей жизни, во всех ситуациях мы превозносим Тебя, ибо знаем, на кого надеемся. И знаем, что жив Господь наш и возлюбленный Бог наш. Мы приносим все наши, Господь, проблемы и наши страхи и трудности перед лицом Твоим, чтобы откровением своей любви Ты, Господь, на дно моря, Господь, опустил все страхи и удалил все, Господь, бесовские страхи нашей жизни. Чтобы наполнил нас силой веры наши сердца. И чтобы мы видели во всех ситуациях Твою верную руку, Твое лицо и Твою силу и Твою славу. И чтобы в жизни народа Твоего было обилие благословений и радость и благословения во имя сильного Господа нашего Иисуса Христа. Аминь! Аллилуйя! Слава Господу! Не бойся ничего. Я бы хотел также обратиться сейчас к тем, кто первый раз к нам пришел. Хочу напомнить, что еще не поражение смерть, но поражение, когда ты умрешь, не позная Господа Иисуса Христа и не приняв Его. Это самое необратимое поражение, которое может быть в нашей жизни. Те, кто первый раз, я хочу видеть в ваши руки и приглашаю вас прийти сюда, чтобы мы вместе молились. И чтобы вы имели возможность принять Господа Иисуса свою жизнь, чтобы ваши грехи простились. И чтобы смерть не имела власть в вашей жизни никогда. Прошу тебя, быстро придите сюда к сцене, и мы вместе приветствуем вас и будем молиться с вами вместе. Пожалуйста, приглашаем вас. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя! Давайте поприветствуем их. Слава Господу! Немножко еще подождем. Люди приближаются к сцене. Пусть Бог благословит вас, драгоценные. То, что вы делаете сейчас, я называю это самым важным выбором в вашей жизни. Я не знаю, что вы избирали в вашей жизни. Хорошее, плохое. Это не важно сейчас. Но теперь самое важное, самый важный выбор в данный момент. Возможно, вы не осознаете, почему это так сейчас. Ну, однажды, сто лет нас, через сто лет, когда вы станете перед Господом Богом, Он скажет вам, что ваши грехи прощены, потому что вы избрали меня. И вы узнаете, насколько важным был этот шаг. Я буду молиться. Пожалуйста, повторяйте за мной. Драгоценный Бог, я прихожу перед престолом милости Твоей и прошу Тебя, чтобы Ты простил меня. Я исповедую мои грехи, что я виновен. Но я верю, что Иисус умер за меня. И я верю, что Он воскрес, чтобы дать мне жизнь вечную. Господь Иисус, прошу Тебя, приди в мою жизнь, приди в мое сердце, будь моим Господом и моим Богом. Спасибо Тебе, Отец. Слава Тебе, Иисус. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу, пусть Он благословит вас. Мы очень рады. И на небесах большая радость о вашем спасении. Мы коротко помолимся о вас. И после этого прошу, чтобы вы последовали коротко за нашими служителями. И они вам дадут подарок, Новый Завет. Если у вас будут вопросы, они могут ответить, помолиться за вас. Будьте благословены. Наши двери всегда открыты для вас. Давайте Церковь помолимся за них. Отец, мы просим за твоих детей, об этих драгоценных душах, которые по своей воле приняли тебя Господом и Спасителем. И мы просим, чтобы твоя сильная рука была на них. И чтобы ты поверг всякие цепи в их жизнях. Во имя Иисуса Христа. Пусть всякое колдовство и всякие бесовские силы упадут, отойдут от них. Во имя Иисуса. Пусть проклятие отойдет от их жизни. И твое благословение пришло на жизни твоих детей. Благослови и храни их в твоих руках во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь. Бог, пусть обильно благословит вас. Пожалуйста, проследуйтесь за нашими служителями. Теперь, драгоценные, я хочу сказать вам. Если у вас будут какие-либо страхи, они придут, потому что мы живем на этой земле. Смотри на них и задавай вопрос. Слушай, Господь со мной. Что ты можешь сделать мне? Аллилуйя. Давайте прославим нашего Господа. Спасибо.